Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава первого послания Ивана, читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Вот в этом послании нет какого-то такого четкого деления по темам первая глава про это, вторая про это. Здесь такая медитативная речь, когда он размышляет примерно об одном и том же, чуть по-разному формулируя, сплетая чуть-чуть по-разному эти слова. И основная мысль первой главы — мы грешны, но нас очищает кровь Сына Божьего Иисуса. Если мы скажем, что греху не причастны, мы со лжом. Если мы ходим во тьме, то тоже со лжом. И в результате вот мы отказываемся от этого очищения. Значит, ходим во свете. А что это значит? Вот вторая глава это уточнит. Дети мои, пишу вам это, чтобы вы не грешили. А если кто и согрешит, есть кому ходатайствовать за нас пред Отцом, праведному Иисусу Христу. Он загладит наши грехи, не только наши, но и всего мира. Практический вывод — не грешите, но если уж это случилось, то вот есть кому искупить грех. Он уже это сделал. А как нам узнать, познали ли мы его? Потому соблюдаем ли мы его заповеди? Кто говорит, я его познал, а заповеди его не соблюдают, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает его слово, в том Божья любовь. Поистине достигла совершенства. Вот как мы узнаем, с ним ли мы? Кто утверждает, что пребывает с ним, тот и поступать должен, как поступовал он. Видите, несколько раз он формулирует одну и ту же мысль, немножко по-разному расставляя чуть по своему акценты. Павел об этом говорил, и Петр, и Яков, когда они обсуждали дела и веру. Вот и он по-своему это преломляет. То есть, несоблюдение заповедей, отказ от жизни по тому, как эту жизнь выстраивал Христос, и есть, собственно, признак того, что мы обладаем ненастоящей верой. То есть, мы лжем. А кто утверждает, что пребывает с ним, тот и поступать должен, как поступал он. Конечно, не дотягиваем. Конечно, в чем-то ошибаемся, но хотя бы стремимся. Возлюбленный, я пишу вам не новую заповедь, а прежнюю, которая была у вас с самого начала. Слово, которое вы слышали, это прежняя заповедь. Впрочем, напишу вам и новую заповедь, он сам откроет в вашей жизни ее истинность. Тьма проходит, и святыстина уже начинает сиять. И кто говорит вам, что пребывает с ним, но ненавидит брата своего, тот и теперь во тьме. А кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Но кто брата ненавидит, тот во сьме, он ходит во сьме, и не видит, куда идет, и быть тьма лишила его зрения. Вот как узнать, это вечная проблема. Они без конца выясняют, учитель или лжеучитель, пророк или лжепророк. Он от имени Бога вещает, он учит нас свету, или он, наоборот, нас уводит. Очень просто, любит человек своего брата или ненавидит. Другого критерия Иоанн не предлагает. Он вообще все время про любовь. О чем бы Иоанн ни говорил, он говорит про любовь. Но, и часто мы, кстати, забываем об этом в христианской жизни, говорят о самых разных вещах, кроме любви. Но дальше вот он переходит к такому почти гимну. Он понимает, насколько разные все люди. И что говорить с ними нужно по-разному. Пишу вам, дети, потому что именем его прощены вам грехи. Пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто был от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукавого. Я написал вам, дети, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали того, кто был от начала. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Слово Божье пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Вечный спор поколений. Да, отцы хотят одного, дети другого. Дерзкие подростки, юноши. Вообще всем хамят. Слады с ними никакого нет. Вот он каждому находит какое-то свое слово. И не пытается причесать всех под одну гребенку. И находит для каждого какое-то утешительное выражение. Вы победили Лукавого, вы познали отца, того, кто был от начала. Вы сильны, слово пребывает в вас. Какие щедрые авансы он раздает людям, которых, может быть, даже не знает. Ведь это послание всем, а не кому-то отдельно. Ну, наверное, потому что он верит в способность людей, в способность христиан действительно обрести все это. Не любите этот мир и все то, что есть в нем. Кто любит этот мир, в том нет любви к отцу. Что есть в этом мире? Плотские прихоти, похотливые взгляды, надменное поведение. Все это не от отца, а от самого мира. Но мир проходит вместе со своими прихотями, а кто творит волю Божью, будет жить вовек. Тоже очень важный принцип. То есть все, что есть в этом мире, это не остается в вечности. Поэтому прикипать к этому душой не стоит. Дети, настал последний час. Вы слышали, что придет антихрист. Так уже много появилось антихристов, потому мы и узнали, что настал последний час. Писал он почти две тысячи лет назад. То есть насколько с тех пор это все только выросло. Они покинули нас, но они и не были нашими. Ведь если бы были, то остались бы с нами. Так и стало ясно, что все они не были нашими. Вот о каких-то людях антихристах, противоположниках. Тех, кто вопреки Христу. Тех, кто не так, как он. Но не просто по-другому, а на зло, напротив. Да, и оказывается, они с самого начала не были с нами. Казалось бы, легко так сказать. То есть если кто ушел, то, а, он с самого начала был не наш. Но Иоанн, видимо, имеет в виду, что результат открывает нам истинное положение вещей. А вы все приняли помазание от святого и обладаете знанием. Я не писал вам, будто истина вам неведома. Я написал, что вы знаете ее, что всякая ложь не причастна истине. То есть я вас не поучаю, но напоминаю о том, что и так вы знаете. А кто такой лжец? Разве не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Он и есть Антихрист, он отрицает и Отца, и Сына. Ведь всякий, кто отрицает Сына, теряет и Отца. А кто признает Сына, сохраняет и Отца. Что вы слышали с самого начала, пусть остается с вами. Если вы сохраните, что слышали с самого начала, то и вы останетесь вместе с Сыном и с Отцом. И вот что Он вам обещал, жизнь вечную. Вот тоже громкие такие заявления. Всякий, кто отрицает Сына, теряет и Отца. А ведь это некое внутреннее неразрывное единство, без которого обойтись просто невозможно. Все это я написал вам о тех, кто вводит вас в заблуждение. А что до вас, то помазание, которое вы приняли от Бога, остается на вас, и нет нужды, чтобы кто-то вас учил. Его помазание учит вас всему, оно истинно, нет в нем лжи. Как оно научило вас, так и оставайтесь с ним. Помазание — это, конечно, таинство или обряд, когда священное некое освященное масло оливковое, оно возливается на голову, или другого человека помазует этим маслом. И имеется в виду некое христианское таинство, которое и сегодня, конечно, есть. Миропомазание, и оно связано с крещением. Но здесь, может быть, он в переносном смысле об этом говорит. То есть принятие в церковь, в общину верных, оно, собственно говоря, и учит человека. Он остается в этой общине, и если это так, то он это все принимает сам по себе. И теперь, дети, оставайтесь с ним. И когда он явится, мы будем смелы, и его предшествие не заставит нас стыдиться. И раз вы познали, что он праведен, то знаете и вот что. Всякий, кто творит правду, рожден от него. Вновь и вновь это тема уподобления. То есть как узнать, истинный ли христианин, вот по тому, как он живет. И если он уподобляется Христу, то да. Третья глава будет излагать примерно те же мысли, но вот у него такой медлительный речитатив, которым он повторяет примерно одно и то же, и в третьей главе будет продолжение.